Кровавая драма разыгралась 23 апреля этого года. Согласно материалам уголовного дела, мужчина приревновал свою спутницу к погибшему, с которым вместе и распивал спиртные напитки. На этой почве он нанес ранение своему визави в область живота. Удар пришелся в жизненно важные органы. Соседи вызвали скорую. В течение нескольких минут на место приехали медики. Они констатировали смерть. Подозреваемого задержали по горячим следам. Без заключения судебно комплексным психологом психиатрической статистики на 1.529 от 0.2014 мая 19 года, который следует application. В настоящее время в каким-либо каком-то хроническом время на психическом процессе, а также с уголовной медицино-денистр, родатников в номинаре совершения гривен и минимуме деяния. На момент совершения гривен и мебеды находились в состоянии простого алкогона-определения с последующим политическим, запамятованием. По своему психическому состоянию, в номинаре совершения гривен и мебеды мог осознавать, как психолог, и общественного под среди, и руководителями. Оказалось, что обвиняемый на скамье подсудимых пребывает не в первый раз. В 2011 году он в состоянии алкогольного опьянения хотел убить родного сына. Тогда он уже хватался за нож. И вот история повторилась, но если в прошлый раз жертве удалось выжить, то сейчас все закончилось летальным исходом. Ему же не 15 лет и не 25 лет, а 65. Если он на своего сына родного поднял руку с ножом и ему шею порезал, ладно, не попал в сонную артерию. Сын ведь с ним так и не общается с 2011 года. Меры обречения алкогольного медицинского подстража доступа к приговору законности восстанет без изменений. С воплотнованием наказания числятся от дня вступления настоящего приговора законной силы. Как бы ни отпирался подсудимый, свое наказание он получил. 10 лет за решеткой, учитывая, что ему уже 65, на свободу пожилой человек выйдет в глубокой старости.